В 1851 году один бывший крепостной мальчик открыл фабрику. Что он сделал со своими бывшими товарищами, это урок на все времена всем предпринимателям. В 1830 году в имении светлейшего князя Волконского-Подольского уезда в усадьбе Суханова родился мальчик, сын крепостного крестьянина. Мальчишка с самого детства любил рисовать. И князь заметил тягу мальчика к искусству. В 12 лет его отправили в Москву учиться ювелирному делу. Старший брат парнишки уже давно получил вольную и жил в столице, и именно в его мастерскую и попадает на обучение его младший брат в мастерскую золотых и серебряных изделий. Шесть лет он был в подмастерьях у брата. В 17 лет он вернулся и сразу же начал работать. За три года он смог заработать столько, что князь дал ему вольную грамоту и юноша в 20 лет получил свободу. Настал 1850 год и до отмены крепостного права оставалось 11 лет. В 20 лет он женится. Приданная невеста Марфы Ивановны составила тысячу рублей, что по тем временам было неплохим капиталом. Новоиспеченный муж решает начать свое дело, вложив в него все деньги жены. Рискованно? Очень. Свою собственную мастерскую он открыл в 1851 году. Брат Павла к этому времени уже не мог управлять своей мастерской, проблемы со здоровьем, и он передает ее младшему брату. Так началась карьера будущего знаменитого ювелира. Просто удивительно, как стремительно развивались события в жизни бывшего крепостного. Смотрите сами. В 1850 он становится свободным. В 1851 открывает мастерскую. В 1854 мастерская становится фабрикой. В 1857 оборот фабрики 2 миллиона рублей. В 1865 он становится официальным поставщиком драгоценностей и сервизов для императорского дворца. В 35 лет молодой человек владел состоянием в 3,5 миллиона рублей, 1 рубль тогда это как 1513 рублей 75 копеек в наше время. То есть сегодняшний молодой миллиардер владел бы состоянием в 5,2 миллиарда рублей. До конца своей жизни он одевался строго, можно даже сказать бедно. Не тратил деньги на роскошь и праздную жизнь. Зато бывший крепостной понял одну простую вещь. Настоящий капитал любого предприятия – это люди. Создай условия для труда и полноценной жизни, и они порвут для тебя любого конкурента. Так и произошло. Все работники фабрики получали зарплату в 3-5 раз выше, чем у конкурентов. Лучший мастер имел оклад в 500-700 рублей в месяц, для сравнения офицер царской армии тогда получал в месяц около 80 рублей, а простой рабочий на заводе – 25 рублей. Но не зарплата была главным козырем в рукаве предпринимателя. При фабрике работало общежитие для талантливых учеников, которые учились 5-6 лет на полном пансионе, их родителям выплачивалась помощь. Дети учили рисованию, живописи, лепки, керамики, скульптуре, каллиграфии, чтению чертежей, общеобразовательным наукам и даже экономике. К полноценному труду допускали учеников только после достижения 18 лет, детский труд не существовал. Каждый работник проходил несколько раз в год курсы повышения квалификации. С мастерами тесно работали приглашенные скульпторы, художники, академики и даже итальянские дизайнеры – Жуковский, Манегетти, Даль, Чичагин и многие другие. Каждый работник мог взять оплачиваемый месячный отпуск для восстановления творческих сил и съездить за счет предприятия на вводы. Вместо традиционных подвалов производство размещалось в просторных залах с большим количеством окон, форточек и вентиляцией. Были перерывы и бесплатные горячие обеды. Бесплатное медицинское обслуживание. Лучших мастеров отправляли в Италию и Германию на стажировки. Все это привело к тому, что уже через пять лет фабрика стала крупнейшим производителем ювелирных изделий в России. Она без труда завоевала все международные выставки и ярмарки, об изделиях фабрики писали как о невозможных. Даже Карл Фаберже почувствовал конкуренцию и падение спроса на свои украшения, после чего ему пришлось придумать всем известные яйца. Никто из зарубежных гостей даже подумать не мог, что шедевры создаются руками бывших крепостных, которых было всего лишь 300, 170 мастеров и 130 учеников. А звали этого юношу Павел Акимович Овчинников. Он умер в 1888 году в возрасте 57 лет, на его похороны собрались все работники фабрики до единого, даже пенсионеры. Дело Павла Овчинникова продолжили его сыновья, всего их у него было пятеро, Михаил, Василий, Александр, Павел, Николай. Его фирма прекратила свое существование после начала Октябрьской революции 1917 года, но имя его навсегда осталось в мировой истории.